Хотите приготовить на зиму что-то необычное, тогда приготовьте вот такие вот огурчики. Досмотрите это видео до конца и мы с вами вместе замаринуем такие огурчики. Огурцы я заранее замочила на 1 час в холодной воде, обрезала все ненужное и приготовила. Здесь у нас укроп, листья вишни хаена, горький перец чеснок, уксус, перец горошком, семена горчицы и лавровый лист. Огурцы выкладываю в чашку и заливаю горячей водой. Прям кипяток, чтобы полностью покрыло все огурчики. И буду также стерилизовать банки. В каждую баночку налью понемногу горячей воды и это будет моя стерилизация. Сначала наливаю понемногу, чтобы банки не лопнули, а потом наливаю где-то по стакану и закрываю крышками. Оставляем все это минут на 15-20. Как огурчики, так и банки. Огурцы накрываю крышкой и так оставляем. Все сливаем в воду с огурцов и в воду с банок. В каждую банку добавляю семена горчицы. Добавляю перец горошком по 10-12 штучек в каждую банку. Лавровый лист по пару листочков. И тут теперь листья вишни, листья хрена и укроп. Все это будем добавлять в баночки. Если хотите, то листья вишни и листья хрена можно не добавлять. Добавить только укроп, лавровый лист, перец горошком. Просто не у всех есть такая возможность найти листья вишни и листья хрена. То можно, конечно, обойтись без него. Укропчик положили. И теперь нарезаю сюда на дно чесночок по одному зубочку. В одну и в другую баночку. На огурцах делаю надрез. Не насквозь. А вот так. И оставляем с одной стороны и с другой стороны. Чеснок нарезала на слайсики. И теперь слайсы просовываю в этот надрез. Вот так. Готовятся они очень быстро. Если есть кому помочь. Дети или внуки. Я думаю, что им будет это в удовольствие помочь вам. Такие огурчики получаются очень хрустящие. Очень ароматные за счет чесночка. Обязательно попробуйте. Приготовьте. Все. И все это потом укладываем в баночки. Снизу я ставлю большие вот такие огурчики. А сверху наполню маленькими огурчиками. Вот две баночки у меня вышла. Одна двухлитровая. Одна литровая. В каждую баночку я еще добавила красный острый перец. Если не любите, то можете острое не добавлять. Остался немного хрена. И в каждую банку еще добавлю сверху по листочку хрена. Теперь в каждую банку я добавляю в двухлитровую одну столовую ложку соли с горкой. Это где-то 30 граммов. И две столовые ложки сахара. Это на двухлитровую банку. Получилось вот с такой горой. Ну, ничего страшного. А на литровую банку я буду добавлять полторы чайной ложки соли. Соль у меня каменная. И одну столовую ложку сахара. И теперь будем добавлять уксус. Уксус 70% в литровую баночку чайную ложку. В двухлитровую столовую ложку уксусной эссенции. Все готовится очень быстро. Вода у меня уже закипела. И теперь кипятком крутым заливаю огурчики. Сначала понемножку, чтобы баночки не лопались. А потом наполняем полную банку. И с двухлитровой точно так же все делаем. Сначала понемножку, а потом уже наполняем полную банку. До самого верха. Протру. Сейчас краешки, потому что кое-где попал сахар или соль. Накрываю крышечками. Если под машинку, то закручивайте под машинку, как это буду делать я. Если есть винтовые, то хорошо закручивайте винтовые. Наши огурчики готовы. На стол я теперь стелю полотенчика. И укладываю сюда баночки. Можно вот так их немножко прокатать, чтобы сахар хорошо разошелся. Накрываю чем-нибудь тепленьким до полного остывания. Потом баночки убираю в подвал. Вот такие красавчики огурчики у нас получились. Готовьте на здоровье. Пробуйте что-то новенькое. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok